Наша полиция нас бережет. Помните, здесь вдоль этого тротуара, где вот этот перрончик. Ожидание, провожание. Были всякие барчики и кафе, целый ряд. Здесь был на любой вкус и дизайн. Сейчас их нету, к сожалению. Вот здесь были магазины, сейчас ничего нет. Вот наше кафе любимое. Как же оно называлось? Сейчас узнаем. Такое название. Стругелла. Стругелла. Офигительно. Обалденно. Стругелла. От слова виноград? Что-то такое. О! Нам повезло. Везут тележки. Один столик здесь. Один только столик. Вот так вот. Вот перрон. Но мы без отдыха здесь никак не обойдемся. Вот видите, вот эти вот кафе раньше были на пригородные поездах. У нас уже все закрыто. Все закрыто. Вот этот барчик. Аля Суртепия. Буфет. Буфет. Здравствуйте. О! Кофе есть у вас натуральный? Сколько стоит? 12 лей. Дайте, пожалуйста, стакан кофе натурального. Вот наш любимый бар. Вы меня узнаете? Я сюда приходил. Вот мы и попили кофе из Стругеллы. Вот как смотрится вот этот вот перрон ожидания. Провожали ожидания на левом крыле нашего ЖД вокзала. Ну и, конечно, как же не пройти на перрон. Вот работают озеленители. Я с ними пообщался. И они сказали, что фонтан будут реставрировать, восстанавливать. И розы будут возле фонтана. Бог помощь. А? А как вас зовут? Я забыл. Я снимаю для кишиневцев, которые далеко живут от родины. Снимаю им видео привет от кишиневцев, которые находятся здесь. Им очень нравится мой канал. Памятное видео. То, что есть в кишиневе, как видеоархив я снимаю. Анна Сергеевна, очень приятно. Кишинев Молдова называется. Если у вас есть телефон, я вам могу показать на своем телефоне, как он выглядит на ютубе. Сейчас я остановлю камеру и покажу вам. Вывод. Анна Сергеевна мне сказала, что ее работа называется «Озеленитель и флорист». И вот она мне сказала, что будут устанавливать фонтан на правом крыле и розы. Видите, вот Анна Сергеевна ухаживает за этой клумбой. А сколько у вас озеленителей на ЖД вокзале? Сколько человек? Один человек на весь ЖД вокзал. Вот сейчас я покажу Анне Сергеевне наш канал, чтобы она знала. И увидела потом это видео и другие видео на ЖД вокзале, которые мы снимали. А сколько вам лет? А сколько вы мне даете? 58. Ну, зачем вы шутите? Ну, у меня такая натура. Я женщинам всегда говорю чуть-чуть меньше. Ну, 62. Мне 24 апреля будет 73 года. Дай Бог вам здоровья. Видите, 73 года Анна Сергеевна еще работает. Да. Вообще я на железной дороге работаю и бывшей спортсменкой. Ух ты, я тоже бывший спортсмен. Да, это радует. У меня 350 прыжков парашютов, да? Ого! А я легкой атлетикой занимался. 350 прыжков. И говорят, что каждый прыжок все равно страшно, да? Умница! Чем ты больше прыгаешь, тем больше молодеешь. Ого! Я вам сейчас как скажу высаду. Вот видите, 73 года Анна Сергеевна работает. Сейчас я ей буду показывать наш канал. Покажу. Она изъявила желание очень. Приятная женщина. Видите, как 73 года, один озеленитель на нашем громадном жид-выкзале, на котором нельзя курить. Вот видите, как Анна Сергеевна ухаживает за этой клумбой. Да, сейчас я выключу камеру, покажу ей канал. Говорит, тетя Аня или нет? Вот я показал Ане Сергеевне свой канал. Мы подружились на фейсбуке Анна Гуна. Вот, тетя Аня. А как вам приятнее, тетя Аня или Анна Сергеевна? Нет, я все время она поделилась. А, все время, да, так? Я так. Немножко так официально. Да, там мне все время так говорили. Ага. Анна Сергеевна, я прощаюсь уже с вами. Если хотите, можете передать привет кишиневцам, которые далеко от родины. Если хотите. Да. Огромнейший, огромнейший привет. Очень желаю добра. И любите, любите свою родину. Любите. Вот это. Возвращайтесь. 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 Любовь. Доброе. Прямо Анна Сергеевна отразила суть моего канала. У меня стратегический план, чтобы люди возвращались на родину. Обязательно. Все будут уезжать. Что останется? От Молдавии и Кишинева. Обязательно. Все уедут и кто? Знаете, что в Молдавии рождается самые-самые красивые люди в мире. Да. Знаете? Да. Еще самые талантливые люди в мире. Точно так. А знаете почему? Почему? А потому что земля чернозем. Ага. Хорошая земля. По этому. Да. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Да. Я уже имею Ваш контакт на Фейсбуке. И когда буду идти на ЖД, мы с Вами сможем увидеться. Ага. Я работаю каждый день. В субботу у Вас при седе выходят. Спасибо большое. А где Вы живете в Кишиневе? На Лекару. А, сейчас Михаил Садовянов. А нет, по старому. На Лекару что? На Лекару что? На Чеканах. На Чеканах. Я на Буриканах. Хорошо. Ну ничего, на ЖД встретимся. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Ага. Работа есть. Вот когда вот работаете с зеленью на земле, оно как-то... Вот у меня тоже родители, слава Богу, живы. И... Ага. Ну вообще я земля. Угу. Поэтому я люблю зелень. Отлично. Дай Бог Вам здоровья. Спасибо. Да. Счастливо, Анна Сергеевна. Видите, как приятно Вы просили. Ой-ой-ой. Все. Вот Вы просили меня. Да, да. Счастливенько. Да, да. Счастливенько. Вот она Сергеевна сказала какие-то стихи на украинском. Добрые люди у нас. Очень добрые. Видите, какой у нее призыв прозвучал. Возвращайтесь на родину. Ну... Вот она отразила стратегический план моего канала. Мою цель и задачи. Чтобы и тоже знали. Кто не знал. Я же не просто так снимаю. Под фонарями. Служение. Такое. Вот паровоз. И сейчас. Мост. Туда к локомотиву. Бассейный локомотив. Так. Вот. Ждачный сервис. Ну вот дорогие друзья. Я присел на перроне отдохнуть. И снова в бой. То есть. Продолжаем. Нашу прогулку по ЖД вокзалу. Дабы. Вы получили полную иллюзию присутствия. Не иллюзию. Э,. Э, mijn судьба. Э controllers. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok